Воздух Мультимедиа, а это 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. Театральный звук, свет, более 150 фигур и 4000 оригинального реквизита. Вы войдете в третий вагон нашего поезда, это электричка на фронт. В этом вагоне представлено самое большое количество именно оригинальных вещей. Именно такая фотография была сделана в настоящей электричке в 1941 году. Она была взята за основу. На основе этой фотографии сделана эта электричка. В последнем вагоне в Победе у нас стоит фотограф. У него в руках оригинальный фотоаппарат немецкий. На нем оригинальная куртка летчика Люфтваффе с электроподогревом спиной. По всему историческому пути ведет аудиогид. 19-летняя девушка-машинист паровоза по имени Лидия. Это прототип и история реального человека. Кстати, историю озвучивает актриса Екатерина Гусева. Она делится воспоминаниями семейной истории, погружает в прошлое и ведет через вехи истории от довоенного времени к Победе. Это все надо знать, изучать и понимать. Так формируется самоощущение, так формируется мировоззрение, так формируется понимание в идее, кто они такие. Откуда нынешним поколением взять это все было возможно? Потому что передача от старших и младших, младшим это, конечно, так, но все меньше и меньше остается живых свидетелей, даже детей войны, которые прошли это время и видели это детскими глазами. В свое путешествие поезд отправился три года назад из Москвы и уже несколько раз пересек всю страну. Его посетили более 700 тысяч человек. Очень интересно и, как всегда, вот прям до мурашек, потому что все эти годы Великой Отечественной войны все это настолько воссоздано, правдоподобно. Все продумано до деталей, до мельчайших, и даже запахи мы заметили, когда мы зашли в вагон с бани, прям запах бани был, поэтому прям заставляет очень раз задуматься о великих подвигах. 27 октября поезд отправится в Омск. Билеты на экскурсию бесплатные, но их разобрали буквально за полчаса. Посетить поезд можно в режиме онлайн на сайте проекта. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.